Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались непродолжительное время с парнем, всё быстро закрутилось, родители не говорили, что не готов к серьёзным отношениям, и мы прервали общение. Спустя месяц начал иногда появляться в тех компаниях, где я бываю. Потом стал возобновлять общение на вопрос, зачем ты со мной продолжаешь общаться, говорить, что типа хочет поддерживать дружеские отношения. Подскажите, если в этом есть какие-то уловки, что может означать его поведение. Справа логику вещей и мужского поведения сложно понять. Ну, в первую очередь хочу отметить, что я не смотрел и не читал ответы других экспертов. Вот. Поэтому, соответственно, где-то в чём-то, может быть, я буду повторяться. Вот. Поэтому заранее прошу меня за это просить. Вот. Значит, что здесь хочется сказать? Да? Вот. Ну, то, что вы свой вопрос в этом смысле задаёте, как бы, достаточно коротко. Ну, вот. То есть, информации по вашему тексту довольно мало получается у нас. Поэтому давайте максимально подробно сейчас его разберём. И так, встречались на продолжительное время с парнем, всё быстро закрутилось. Ну, смотрите, что значит всё быстро закрутилось? То есть, быстро закрутилось это как? Это всё. Понимаете, тут как бы момент в том, что, ну, как правило, если всё быстро закручивается, то это говорит как-то о том больше, что люди не совсем отдают себе отчёт в том, что они делают и для чего. Да? То есть, как бы вот у вас появились чувства к человеку, допустим, у вас появились чувства к человеку, вот, и вы, соответственно, не заметили, да, ни что это чувства, ни какие это чувства, ни чего вы хотите по отношению к нашему партнёру, да? Ну, вот, скорее всего, то есть, если всё быстро закрутилось, значит, как бы вы, вот, не очень оставались в 5-4 в том, как именно вы выстраиваете взаимодействие с, ну, вот, с мишин, с мишин. Вот. Так что здесь, вот, в первую очередь, наверное, я бы обратил ваше внимание именно на это, да, на то, что вот, что такое быстро закрутилось, вот, что это для вас, то есть, ну, для вас это что, что такое для вас быстро, ну, быстро закрутилось, это как, это как вообще, вот, ну, именно конкретно. Да, вот, и что вас, что вас связывает, то есть, вот, обычно люди сходятся на почве того, что у них общего, вот, что между вашим парнем и вами общего, там тоже очень, очень такой важный момент, вот, потому что, если общего недостаточно, если общего новое, то ваши отношения, ну, в любом случае будут пробуксовывать, вот, а за непродолжительное время, соответственно, вряд ли можно что-то общее наработать, вот. Поэтому, в первую очередь, здесь нужно убедиться в том, что вы выстраиваете отношения именно на основании чего-то общего между вами, а не на интересах, на потребностях друг в друге. Дальше, в один день он говорит, что вы не готовы к серьезным отношениям, мы проживали общение. Смотрите, в один день это результат того, что вы, скорее всего, не заметили. То есть, вы не заметили то, что-то, 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 что-то происходить. Вот. То есть, вы не заметили этого, скорее всего. И, соответственно, нужно посмотреть, что произошло. То есть, я более чем уверен, я более чем уверен, что что-то случилось. Вот. Я более чем уверен, что именно это подвигло мужчину, да, вот с вами сказать, что он не готов к серьезным отношениям. Но, интересно другое, что сразу после этого вы, как будто бы, ну, в общем и целом, ну, как-то вот вы захотели с человеком расстаться. Это странно, на мой взгляд. Такое ощущение, что тяготеете вы не столько к человеку, сколько тяготеете вы к серьезным отношениям с ним. Понимаете, какая сторона? И вот это к вам вопрос. Вот это вопрос, на мой взгляд, очень важный и серьезный. Вот. Что вам интереснее? Человек или серьезные и серьезные отношения с ним? Вот. Я бы, конечно, конечно, очень бы хотел, чтобы вы себе этот вопрос постарались задать. Потому что это, ну, вот, достаточно важным, как мне кажется. Это достаточно важным для понимания того, что представляет в себе ваши отношения с человеком. Вот. Дальше. Дальше. Идем. Дальше. Вы говорите, что мы прервали общину. Кто мы? Ну, то есть, кто-то, кто такие, кто такие мы? Кто мы прервали общину? Ааа, вот. Ааа. То есть, на мой взгляд, не совсем понятно. То есть, вы почему-то расстали с человеком? Вот. Вы почему-то с ним вот решили, ну, перестать, темно же, ну, взаимодейству. И, на мой взгляд, это вопрос, как бы, к вам, в первую очередь. Почему? Ну, почему вы решили перестать общаться? Вот. Это ведь ваш, а, ну, ваш выбор. Вот. Трестать. Взимодействовать с человеком. И мне очень интересна, ааа, ну, причина. Вот. Понимаешь, да? Вот. То есть, я бы вот, я бы как-то вот обратил бы внимание на, на этот аспект. Вот. Понимаешь, да? О чем идет речь? Вот здесь. Вот. Дальше. Эм. Бальше. Значит, спустя месяц, пишите, вы, ну, наши иногда появлялись в тех компаниях, где я бывал. Да. То есть, посмотрите, а, ну, вот, эм, как-то вот, эм, здесь, на мой взгляд, важно, что, как вы реагировали на лакталон. То есть, почему-то вы, ну, ничего не пишете о том, как вы иногда проектировали на вопрос, что, ну, как бы, расстались с мужчиной, да? Вот. Как-то вы не пишете о том, какой у вас плечет, почему и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А ведь это очень-очень важный момент. Значит, дальше выписать про него, что он стал появляться в компании, стал возобновлять общение, на произносинге со мной продолжаешь общаться, говорить, что типа хочет поддерживать дружеские отношения. Вот. Да? Ну, а мне, в свою очередь, к вам есть в этом, в этом смысле вопрос. А вы-то сами чего хотите? Общаться с мужчиной? Не хотите? Общаться с мужчиной? Не хотите? Общаться с мужчиной? Не хотите вы надеяться с мужчиной? То есть, как это работает? Вот. Именно для нас. Именно для нас. Именно для нас. Как это работает? Почему так получается? Интересно, что вы на человека опираете, а не на себя. Вот здесь. Вот это очень важный момент. То есть, не важно, чего хочет он. Куда важнее чего хотите вы. Не важно, для чего это мужчина. У вас не нужно для этого. Вот. И потихонечку мы подходим к проблеме. проблеме того, что вы на человека смотрите внимательно, чем на себя. Понимаете, какая история? Вот. То есть, ну, как-то вот вам мужчина, ну, мужчина, ну, в этом смысле, да? Интересно. Интересно. В словах мужчин. Ага. Интересно. Чем вы сами. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Понимаете, да? Собственно. Это, пожалуй, я и хотел бы, хотел бы давать вынести в первую очередь. Вот. Вот. А потому что это важно. А… Дальше идем. Ну, следующий аспект. На который хочется обратить ваше внимание. Значит, подскажите, в этом есть уловки? Да, уловки есть, конечно. В первую очередь уловки такого плана, что человек не хочет серьезных отношений, но хочет просто быть садом. Человек не хочет брать ответственность за отношения, скорее всего. Но, понимаете, какая штука? Понимаете, какая штука? Как правило, как правило, это не так важно для того, кто оказался вот в, ну, примерно в таком, в такой ситуации, как вот, с низок важен. Потому что, если вы человека готовы принять, то вы его, скорее всего, примете. Если вы человека не готовы принять, то вы его не примете. Поэтому я бы рекомендовал, опять же, здесь обратительно не на уловки. И дальше не на то, что мы с вами говорим, но на то, что я говорю. А больше смотреть на то, что вы сами хотите в этой ситуации. То, что вам самое важнее. Да? Вот. Вот это, мне кажется, сильнее. На это, мне кажется, нужно обратить внимание, в первую очередь, ваш, а не искать уловки. Дальше. Дальше. Что может означать его поведение? Екатерина. Что угодно психологи не гадают. Это я совершенно точно могу сказать вам. Ну, мы не занимаемся гаданием. Мы больше занимаемся помощью человеку в том, чтобы разобраться в себе. Вот. Вы хотите вот в себе разобраться? Вам это интересно? В себе разобраться? Или вам интересно понять другого человека? Это очень важный момент. Потому что, если вам интересно понять другого человека, то я бы сказал, я бы сказал в таком случае, что вам немножечко не к, ну, не к нам, не к психологам. Вот. Я бы больше вот как-то, ну, я бы больше как-то сказал, что вам именно, ну, просто, может быть, пообщаться с кем-то. Вот. Вот. Ах. С кем-то усудить этот момент. Вот. Но. Ни в коем случае, ну, как бы речь не про психолога. Уже. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Поэтому я очень надеюсь на ваше понимание. И хочу сказать последнее. Что, как правило, как правило, по подобным вопросам задают люди, которые не уверены в себе, во-первых. Вот. вот. Которые не привыкли плагаться на себя. Ну, вот. В контексте. А, ну. Ну, тех же отношений, например. Вот. И. Я думаю, что по подобным вопросам задают люди, которые достаточно тяжело воспринимают какую-то вот невозможность. 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 Ммм. Не получить. То, что они хотят. Я бы вот так, наверное, ну, я бы так, наверное, вам ответил с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что Лэйн сделает для себя какие-то выводы. Вот. На основе того, что вы услышали. Хоть я и предполагаю, что вам это будет, вот, скорее всего, неприятно слышать. Вот. Ну, я очень надеюсь, что к сведению вы примете. И, соответственно, после этого уже можно будет вам что-то рекомендовать, да? Ну, что-то рекомендовать, да? После этого, может быть, что все сами работают. Вот. Конечно, если вы этого захотите. Только. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать наставу работу. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.